с дурацкого вопроса начну как обычно люблю только вы подстриглись реже вас узнают на улице слава богу да да это была одна из причин нет нет но узнают реже и мне это нравится потому что никаких бонусов мне от того что меня узнали на улице совершенно нету ну то есть это первые два года тешит самолюбие и ты понимаешь что да класс вот она популярность меня узнали но в основном люди хотят что-то от тебя получить фотографию автограф как-то занять твое время в меньшей степени реже они хотят высказать что-то хорошее в основном что-то хотят поэтому я к людям с уважением отношусь ну когда меня не узнают и я ничего вообще не должен мне только хорошо в латвии хотели что-нибудь от вас люди хотели ли в латвии что-то или режут у нас бывает знаете узнают говорят но стесняются подойти какие-то таки сдержанные северные вот эти приколы они узнали улыбаются но не подходят я больше всего не люблю меня больше всего бесит когда человек узнал стесняется подойти и начинаете преследовать долго преследовать и вернул на бой да потом все-таки он в какой-то момент набирается смелости решает подойти но вот все это время пока он за тобой шел максимально некомфортно то есть хочется либо ты сразу подойди либо вообще не подходи если я вижу что начинается слежка я сразу ретируюсь куда-то просто убегаю можно в атаку пойти нет можно но мне становится я себя начинаю чувствовать жертвой мне хочется куда-то скрыться не люблю себя чувствовать жертвы у вас на этой неделе было два выступления в риге в один день в каком-то интересном месте там по никто еще не выступал там кто-то выступал это вообще мне сказали древнее место и там какие-то комедийные шоу были чуть ли не сто лет назад то что-то наподобие театра не да да какой-то типа театр как это называется гамлет гамлет но есть какое-то слово называют это такие театры типа варидите вот такое все это и как все прошло все прошло шикарно и и вы как-то обычно ну артисты приезжают и резко уезжают дальше куда-то вы как-то здесь задерживайтесь вы успели подкаст да у вас еще концерт на следующей неделе по моему у меня сейчас такая история все прошло шикарно в этом гавлите было очень жарко только очень жарко а так все хорошо я же сейчас пока нигде не живу еще я езжу все время и я выбираю себе очередные места где я проведу какое-то время в связи с моими какими-то потребностями сейчас так как мы снимали для ютуба эти концерты в риге приезжал мой оператор из варшавы мы еще следом я снял подкаст свой сольный потому что он уже приехал математика всех этих дел вообще я хожу в риге здесь лечу спину в центр бубновского я их активно рекламирую они мне ничего не платили но потом из них хочу что-то потребовать занимаюсь на тренажерах там специальных кинезиотерапия это только здесь есть это есть очень много в россии в украине в казахстане в грузии из европы только здесь и у вас на свече речь в юрмале что-то в юрмале и выступление в каком-то заведении максимум решили выжать из этой поездки я бы не сказал что это максимум но стараемся группировать как-то логично что было оправдано пребывание а что за канал романов говорит это у вас 2 новый канал а 1 он тоже существует два правильно вы ведете да в чем надобность второго канала сейчас расскажу у меня есть интересы помимо юмора назовем это блогинг саморазвитие интересы связанные с психологией с какими-то трансформациями личными моими и других людей с предпринимательством эти интересы не особо вписываются в тот канал на тот канал основной подписаны люди которые любят а а а это неплохо но когда я что-то другое туда несу интереса там к этому мало и мне это не прикольно что интересы к этому там мало и проваливать там статистику не хочется поэтому я решил отдельный канал сделать и выкладывать туда все что связано с неюмором потому что я хочу в чем-то еще преуспеть кроме юмора скажем так самопознание или какие-то в другой профессии мы можем ну профессия блогер она тоже подразумевает что это отдельная профессия за счет того что люди будут обо мне больше узнавать как о личности что я буду делать через блогинг им и мой юмор и моя личность чтобы ходить ко мне на концерты будет интереснее а нет такого найти слушаешь комнате музыканта очень много лет очень любишь его песня а потом слушаешь его какой-нибудь интервью узнаешь очень лучше ли берешь у него интервью и нравится навсегда разочаровываешься в человеке такое тоже возможно бывает но тут наверное нужно идти от самого человека от того что он хочет этот музыкант если он хочет давать интервью и рассказывать что он думает это его право если он потеряет часть аудитории но это он сделает выбор я что же придя сюда на интервью понимаю что с одной стороны а на хрена мне эти интервью вот я думаю куда-то идти сидеть отвечать на вопросы и возникает сюда вопрос что мне это даст сейчас меня там будут спрашивать про войну к примеру начнется хейт с обеих сторон зачем мне это и для себя я делаю выбор либо мне это не надо и у меня все нормально и мне не нужна дополнительная там какая-то медийность чтобы люди обо мне что-то узнали пусть узнают только мои шутки и все либо я понимаю что мне это надо зачем-то раскрывать свою личность мелькать в информационном поле и принимаю решение что я хочу этого и как бы сам несу за ответственность но это работа над собой или вам это не доставляет труда какого-то ходить по интервью мелькать нет конечно физический труд определенный есть надо прийти и потратить время я понимаю что мне сейчас в данном этапе жизни это нужно и это интересно плюс я смотрю какие просмотры у канала на котором выход интервью если они нормальные то круто мы уже делали интервью пять лет назад мне понравилось мне то поэтому второй раз позвали ну поэтому второй раз пришел я смотрел тут недавно подкаст михаила шатца с дочкой и они там обсуждали ваш случай где у вас есть как-то ячейка хранения на ж.д. вокзале варшаве да вы в таком режиме продолжаете жить или это пока да она не на вокзале она просто это такой storage как бы отдельный но ячейка там вещи лежат там пока лежат и сюда вам комфортно вот в режиме путешествия отелей или не хватает места куда возвращаться где своя кроватка и посуда любимая очень хороший вопрос я очень люблю ездить но устал сильно и хочется уже возвращаться туда где кроватка и посуда любимая я уже полтора года езжу и в октябре планирую уже осесть в батуми я выбрал остров модера в португалии так давайте с батуми начнем давайте начнем вы купили квартиру в батуми да ни разу там не побывав внутри квартиры да это мастерская инвестиция и вы до сих пор не побывали побывал как не жалеете о покупке я в целом не склонен жалеть о покупках потому что эти покупки они всегда превращаются в продаже в любом непонятном случае это не то что не то что ты купил торт за 200 тысяч чего-то и он тебе не понравился ты уже его поел принес магазина тебе говорят извини чувак нет случай с недвижимость она достаточно ликвидно я сейчас на перепутье продолжать инвестировать в эту квартиру делать там ремонт и потом ее сдавать либо продавать либо продать ее сейчас я просто в непонятное такое в непонятном временном промежутке времени который сейчас у всех хотел сделать какое-то вложение в бетон потому что она наиболее осязаемое и у меня нет никакого жилья пока я способен передвигаться и функционировать как человек который дает концерты ездить зарабатывает я посчитал очень необходимым обзавитесь обзавестись хотя бы одной квартиры потому что нет никаких гарантий что все будет продолжаться по здоровью прекрасно долгие годы поэтому во первых мне нужна какая-то квартира чтобы у меня была на всякий случай а желательно 2 или 5 и какие-то источники пассивного дохода изначальный план был жить в батуми или нет изначально план был жить в батуми я там был мне там понравилось там есть свои минусы это немного если сравнивать европу и грузию европа это немного вперед движение грузия мне очень нравится как страна но без всяких там наездов и прочего хотя даже такие формулировки воспринимаются зрителями как наезды и потом мне прилетает в ответ подчеркну еще раз грузия прекрасная страна но пост совет советскость все равно там ощущается и в этом тоже есть свои плюсы ты можешь там делать какие-то вещи которые в европе делать не можешь а где это больше ощущается в грузии или в латвии после латвии тоже ощущается сразу всех обосручатся нет латвию вы рассматривали как вариант или никогда не рассматривал я очень от климата зависим я климатический мигрант я стараюсь перемещаться когда становится сильно холодно или сильно жарко поэтому модера модера остров вечной весны но оттуда тяжеловато добираться до континентальной европы или нет сейчас нет опять таки мои все идеи они когда их озвучиваю носят как будто бы законченный вид и как будто бы я определился на всю жизнь но все быстро меняется я могу сегодня сказать модера а через месяц я пойму что что-то меняется и скажу теперь лондон забавно что я разные видео где-то снимал в разных странах разных городах говорил я сейчас там в израиле мне так нравится в израиле я получил израильское гражданство не говорил что я планирую там жить или прочее просто вот я приехал потом я снимал где-то видео я в батуми вот квартиру купил и люди всегда думают что значит я там живу кто-то думает и в грузии живут кто-то думает что в израиле живая пока нигде не живу то есть люди додумывают за тебя и делают выводы за тебя в основном люди так делают где-то живут да ну что я могу сказать я отношусь с пониманием а что вам необходимо чтобы вам комфортно было в этом месте для жилья да это если город эта страна вы говорили про налоги про климат лондон вы перечислили но он же очень дорогой я был сейчас лондоне я в принципе могу себе позволить жить в лондоне но решающие какие факторы русскоязычная тусовками конечно у меня на модели есть друзья это тоже решающий фактор я везде где где-то собирался жить там везде кто-то был я не могу сам просто один приехать в какую-то страну и такой вот в седнее буду жить где у меня нету ни друзей ни знакомых просто мне понравился дворец спорта его архитектура я так себя не веду конечно очень важный фактор это социализация и какой-то круг с кем общаться то есть если у тебя нету друзей то это должна быть девушка жена родители семья кто-то близкий вопрос жизни в большом бурлящем городе для меня тоже достаточно важен потому что мне такого не хочется я прожил в москве 12 лет я вот это бурление мне хватит я хочу чуть поспокойнее может быть не так сильно спокойно как на модель и но мне там нравится природа мне нравится погода хочется жить с природой где-то наедине я москве тоже последние пять лет жил за городом на природе примерно так проверять свой новый материал на модель и вас не получится не получится то есть это чисто дача да я думал над этим долго выбор какой либо жить там где получается проверять материал например батуми где прекрасная погода вкусная еда недорого радушные люди но каждый раз когда я въезжаю страну тебя проверяют на паспортном контроле просят подождать пять минут и ты стоишь не знаешь пусть и тебя сейчас страну или пусть уважение российский паспорт у меня три паспорта сейчас показывать не российский я российские перестал показывать с тех пор как я уехал из россии я показываю в грузии всегда украинский паспорт и все равно каждый раз подождите здесь пять минут чем вы занимаетесь зачем вы приехали откуда вы кто вы а как вы а наличие недвижимости не упрощает такие вещи говорят что нет я могу получить там внж по своей квартире но говорят что не упрощают все таки в итоге при всех плюсах менее развитости и моей любви к каким-то лайфхаком штукам другом как можно там за что-то договориться и что в европе не сильно любят все таки я более склонен смотреть в куда-то в что-то более развитое опять таки я не хочу чтобы это звучало как камень в огород чего-то менее развитого это мой просто личный приоритет я понимаю что рано или поздно у меня возникнет желание завести семьи у детей я для себя сейчас столкнувшись со всей этой истории понимаю что русский язык мой любимый прекрасный и классный я работаю на русском языке разговаривали русском языке и вырос на русском языке но то что сейчас происходит как будто бы классно знать английский еще и где-то в среде менее связанные с русским языком больше шансов знать английский особенно ребенку а почему андора не подошла вам в андору это же переезжал потому что там живет мой друг андорра прекрасное место и после выпуска с вами у дудя все думают что я живу в андоре не не я через три месяца по-моему впервые жизнь туда поехал это у меня топ теперь но я был там три дня не этом не жил андора топ красиво классно супер что-то очень даже недорого недорого алкоголя духе минусы для меня рассказываю три часа ехать до аэропорта при моем графике это вообще никак очень жарко летом бывает тоже и и я там разъехался женой мы развелись и как бы я там остался один я уехал она модели не жарко летом на модели не жарко летом там 29 в андоре бывает 35 слышал насчет открытых микрофонов что вы в риге залетали около месяца назад да а как так получилось то есть это вы никого не предупреждая просто пришли я люблю очень такую тему приехать в очередной город узнать где там открытый микрофон и залететь выступить проверить что-то я не люблю когда люди приходят на меня намного больше проверка будет полезнее если люди пришли просто некоторые дмитрий а которые просто юмор смотрят нет такого что они пока вы выступаете минут десять в шоке сидят что делают минут десять в шоке находятся потому что они пришли на местных пацанов я не думаю что десять потому что я не филипп киркуров как бы это в наше время страна не звучало ну может секунд 30 они рады что им так повезло и круто мне нравится что они рады а вы после 24 февраля были в одессе я иду 24 не был я последний раз декабре был в одессе 21 года но это до 24 ну да но имеется в виду не прям аду я должен был лететь в одессу на луисике на в киев на луисике концерт 25 февраля по 24 я тоже ну вот не полетели вы скучаете по городу да естественно мне недавно задавали вопрос на концерте вот в дублине я конечно же скучаю я привык приезжать раз в какое-то время домой видеться со всеми родными и близкими с друзьями ходить по тем улицам где вырос меня это заряжает сюда как розеточка такая мы сейчас такой возможности нету не знаю когда она будет я говорил на концерте о том что бабушки 85 лет и вот желание увидеться с бабушкой еще потому что выехать куда-то она не сможет а если такая возможность будет вы могу представлять свою жизнь в одессе квартиру там или все-таки вы уже в европейский человек я могу сказать что представляю но не понимаю через сколько лет это будет возможным в какой-то момент вы уехали значит вам стало как-то некомфортно там или там какие-то потолка вы достигли не знаю да я достиг там потолка в своем деле и уехал жить там я рассматриваю где-то во второй половине жизни которые в принципе уже началась но жить там комфортно очень но при этом если не нужно как-то самореализовываться в одессе если у тебя все хорошо у тебя есть деньги и ты реализовываешься как ты хочешь нет если можно как-то реализовываться в одессе так как я хочу но я пока не вижу возможно кстати есть украинские артисты актеры которые после того как началась война вернулись в украину и сейчас снимается это в киеве на телевидении в театре где-то выступают у вас таких желаний мысли не возникало это которые ну например такая есть екатерина кузнецова она играла вампиры средней полосы такой сериал знаете в кухне она играла ну кухня знаю сериал вампиры слышал кузнецова наверное увижу узнаю по фамилии не знаю но вампирах у него по главная женская роль смотрите мой ответ какой будет на вопрос в связи с тем что я уехал 2010 году меня никогда не было мысли возвращаться потому что ну какой-то этап жизни прошел куда-то я дальше пошел у меня были мысли идти еще дальше давно уже куда-то в европу там переезжать и прочее возвращаться в украину мысли у меня никогда не было у меня поправьте может я не прав такое ощущение есть что вы как будто бы не со всеми украинцами плане я про артистов сейчас говорю то есть как будто бы вот есть украинцы которые сплочены да они там не знаю там стендаперы какие-то они ездят по европе это благотворительные туры есть музыканты которые тоже ездили сюда делали какие-то фестивали явно в риге это наблюдаю вы как будто бы вне тусовки вот этой вот всей я вне тусовки а так сложилось или или так сложили вас не принимают можно сказать и не особо принимают и я не особо стремлюсь были какие-то концерты не буду говорить где не буду говорить кем организованы и я туда пытался напроситься и мне сказали что у тебя как бы не сильно чистокровно и родословно грубо говоря то себе не подошло ну мой пребывание в россии как бэкграунд не сильно подходил ну половина этих артистов выступала в россии то 24 февраля и как бы какой тут можно дать ответ я думаю я не люблю скажем так я люблю держать с особняком это тоже выбор да просто ну опять же в эту тему если ковырять у меня такое есть я как бы русскоязычный человек но в латвии и как бы в латвии не совсем латыш в россии тоже не совсем русские плюс я по национальности поляк когда я там жил тоже меня поляком 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 мало кто считал и такое ощущение все время что ты как будто бы чужой среди своих все время у вас не было такого никогда или сейчас может быть у меня всю жизнь такое ощущение меня родной отец оставил детстве другой отец усыновил я себя всю жизнь не понимаю романов это фамилия моего отца который меня воспитал до трех лет у меня была другая фамилия и другого отчества и я такой немного застрял между с украины я уехал в россии как-то до конца не прижился и такой застрял между пошел дальше вот у меня часто такие мысли но они вам какой-то дискомфорт доставляют я в принципе с ними достаточно поразбирался как будто бы знаете нужно определиться кто я но нужно ли я определился кто и кем вы сочетая я себя считаю русскоязычным евреем из украины которого зачал один отец воспитал другую и теперь он платирует жить на модели с квартирой в батуми у нас летом в юрмале проходил фестиваль лайма вайкула не знаю слышали что есть про такое и там выступали местные музыканты там звезды не звезды из украины приглашенные артисты и из россии был только макаревич не знаю как у него это получилось но ходят слухи что многие россияне с антивоенной позиции хотели там выступить украинцы были против выходить с ними на одну сцену потому что не так поймут на родине и прочее прочее при этом они все дружат за кулисами фотографируются но боятся какой-то вот огласки до этих совместных сэлфи еще чего то что вы входите там и в коммигрейшн еще куда-то к ребятам с российским паспортом вы не брезгуете я понимаю о чем вы говорите такие сейчас как бы это странно не звучало странные вот в реале правила игры их можно назвать если украинский артист дружит с российским артистом не публично но если он покажет это публично ему прилетит за это я не вижу для себя ничего плохого в публичное в публичном присутствии на виду с российскими артистами которые высказали свою позицию не поддержку не поддержки войны с российскими артистами которые поддерживают политику партии я не вижу возможным появляться вместе с ними вам негде пересекаться в дубае разве что на бали нет места можно найти при желании вы поддерживать связь с кем-то из российских комиков которые остались в россии что мы можем назвать поддерживанием связи давайте с этим определимся привет как дела открытка ватсайп из днем рождения я не знаю созвоны практически а созвоны я вообще созваниваться не сильно люблю по жизни я такой человек я переписываться у меня иногда кто-то когда звонит звонить правильно говорить звонит на секунду подумал что звонит когда кто-то мне звонит по телефону у меня первые несколько секунд типа чуть делать надо вот такая история я ни с кем особо из российских артистов не поддерживаю связь и это наверное как-то связанной с войной тоже но не то что у нас была какая-то размолвка а в первую неделю после начала войны вы писали туда первую неделю после начала войны я еще сам был там хорошо на имиду как вы уехали я переписывался с кем-то кто-то мне сам не пишет и не писал и как я слышал от третьих лиц типа чуя ему напишу что извини меня пожалуйста ну как ты можно же спросил буквально пару человек я боюсь соврать про фамилии поэтому не буду называть кто один украинский комик как бы началась война писал в питер другому российскому комику писал что скажите не молчите выскажитесь и тот ему отвечал что-то и стирал отвечал и стирал такое более чем возможно я знаю людей которые так делают даже не по поводу высказываний о войне что это за паранойя слежки реальные слежки реальные слежки от фсб ну это вполне реальная история думаю это но какой-то факт еще с рассказывать что есть комики телефона которых проследу я не говорил комики артист я говорил значимые люди значимая про комиков кого вполне возможно вполне возможно смотря какие комики есть это действительно комики у которых миллиона аудитория вполне возможно если посчитать то наверно одной руки хватит людей связанных с тнт которые как-то о чем-то заявили и покинули страну у вас есть обида какая-то грусть не знаю негодование из-за того что большая часть ваших бывших коллег промолчал я наивен она была потому что я наивен в каком-то эмоциональном потоке тогда мне казалось что давайте ребят выше все можете но это моя наивность люди сами принимают свои решения и на них повлиять на людей можно повлиять как-то но не так сильно как нам кажется остаться 2 айтов удивила но кого же не удивишь нужно вы варились может он всегда был такой всегда высказывал какие-то такие взгляды но скажем так взгляды он никакие не высказывал но я-то его не знал и вместе доказал что он примерно противоположных взглядов учитывая какую музыку он слушает на какой музыке он вырос как по-разному мы слушали одни и те же песни ну скажем так для меня это не было таким кардинальным удивлением что блин как так было как так но потом следующая мысль ну возможно так это его право ну и я тут никак не могу отнять его у него его право и сказать что что сказать я думаю ну вот так со знаком плюс вас кто-то удивил со знаком плюс кто-то явно я сейчас не помню именно фамилии но были такие точно максим галкин вас удивил порадовал я для себя дело такое еврейское наблюдение что в основном евреи порадовали меня есть такая вещь вот не знаю вы говорили что вы не читаете новости отовсюду отписались чтобы не усложнять себя жизнь то я вам расскажу новости на этой неделе или на прошлой все обсуждали рому зверя такой музыкант и да я немножко начал почитывать который поехал на донбасс или куда он там поедали просто поехал да и многие сразу как же так вот это шок он же там до этого вроде адекватный был и начали подтирать его из плейлистов грубо говоря типа я его больше слушать не могу у вас есть что-то подобное что у вас есть любимые группы артисты не знаю актеры и вы не можете больше смотреть с ними фильмы не можете смотреть с ними развлекательное шоу не обязательно даже если они за войну даже если не промолчали есть мне раньше очень песня сансара сейчас не могу слушать это всегда интересный вопрос вот как али осмотреть ли фильмы буди алина если он там или майкл джекс подозревается там в каком-то растление я до конца не помню историю насколько это официальные подозрения и прочее это моя неосведомленность нужно ли до разделять автора автора произведения от человека я думаю это интересный вопрос чтобы ответить на него нужно много времени потратить сейчас у меня ответ какой как будто бы я бы сказал что можно воспринимать это отдельно но песню сансару я не сильно могу сейчас слушать при этом он вроде не топил за войну не не топил в крым он там гонял нет за войну не топил но у меня почему-то к нему было большое уважение и ожидание в силу моей наивности что он что-то скажет и сделает у меня почему-то не было иллюзий на его счет это моя наивность а когда вы смотрите вот я люблю например передачу разгона стандарт клуб номер один но ее снимает насколько понимаю в россии до сих пор и они естественно обходят повестку я смотрю мне смешно я всех этих ребят люблю на все время дергиваю себя ну блин это они сидят и не замечают вот это условного слона в комнате это очень странно но не замечают им им нельзя они если заметят у них проблема будет поэтому они делают вид что они не замечают а как смотреть такие шоу когда за окном пожар не смотреть если же не за окном не смотреть если не хочется а вы как-то решаетесь эту проблему вам важно чтобы вот эта повестка присутствовала ну скажем так я и тогда не сильно смотрел и сейчас практически не смотрю потому что да мне не нравится когда искажение какой-то когда за окно пожар а мы пляшем это интервью мы записывали в коворкинг-центре оракул танк спейс нас приютили там как своих и помогли со всем необходимым что же это за место такое она идеально подходит не только для съемок но и для проведения семинаров пресс-конференций встреч и обучающих курсов два этажа полное техническое оснащение помещение для переговоров большая лаунж зона с диванами зона отдыха тишина и уют настоящий рай для интровертов все это находится в самом центре риги подробнее по ссылке в описании ваш юмор изменился за последние два года полтора не думаю что сильно то есть он изменился чисто в меру того как я развиваюсь как личность как юморист как комик своим поступательным каким-то движением каких-то резких изменений не было но происходящее вокруг должно быть влиять на творчество или меня у меня были какие-то шутки про это про всю ситуацию я их снял выложил уже на youtube происходящее вокруг оказала на меня влияние как на человека соответственно так как я творю как человек это оказало какое-то влияние и на мое творчество но явных кардинальных перемен что раньше рассказывал про случай в автобусе и свою национальную принадлежность а теперь я высмеиваю авторитетных авторитарных диктаторов и прочее нету такого то есть шутки про путина это не на ваш концерт нет и никогда не было на мой концерт ни для того не брали путина либо рефицируется мне кажется слава комиссаренко мне кажется переквалифицировался немножко такого политического стендап комика можно сказать как будто бы я не переквалифицировал вам это не близко не интересно или или вы боитесь острых тем я не боюсь провисов каких-то взорим особенно из-за границы говорить что-то про путина ну нет бывает даже здесь приезжать ходит музыкальная группа приезжает из россии поет первые три песни и потом начинает какую-то речь поддержку украины и стоят в зале рядом поклонники этой группы город достала понимаете то есть они пришли слушать не про украину не про войну а есть те кто наоборот для кого важно чтобы он высказался важно что он час не нет я так скажу я как комик выступаю с шутками я как человек общаюсь с вами в интервью и рассказываю свою позицию я высказался своей позиции там у себя в соцсетях у дудя на интервью где-то еще на концертах я шутил шутки про эту ситуацию потом снял их выложил я не считаю необходимым смешивать антивоенную позицию с творчеством в моем случае я за разделение антивоенную позицию я выскажу где-то в какой-то беседе и публичной либо не публичной а на сцене я буду шутить шутки над чем вы смеялись последний раз громко месяц приходит новом случае который был сегодня но я его не могу сказать к сожалению а так я временами смеюсь как любой нормальный человек на чем-то у меня плохо с примерами всегда я смеюсь в беседах с кем-то поржать что-то погнать я смеюсь над какими-то роликами в интернете с кем-то гуляя над чем это было я всегда думаю над чем могу заранее вам прислать да она меня ставит всегда в ступор и вопросы на чем вы смеялись последний раз три любимых фильма в чем сила ну к нему хотя бы можно подготовиться потому что знаешь он все время спрашивает а они смотрите на знаешь мы задаем вопрос зачем смеялись последний раз я смотрел недавно с горбуновыми включил посмотрела немного кстати про артистов которые вернулись но он давно очень давно да я просто косвенно с ним знаком потому что мой друг серёжа с ним работает по этим следопытом и все остальное это мой очень хороший друг у меня бывает такое я прилетаю куда-то выхожу забирать багаж смотрю на табло не помню откуда я прилетел потому что я много лета и сейчас я сижу и пытаюсь вспомнить на чем я смеялся последний раз и после этого у меня следующая мысль так что и дело вчера где я был до риги и не могу вспомнить некоторые вещи в дубле меня я был в дублине я лучше знаю да над чем я смеялся у меня последнее время происходят разные процессы где мало юмора что-то там я переделываю перестраиваю в своей жизни поэтому смеюсь вот сегодня точно помню зачем я смеялся я общался с человеком и сказал ему шутку и смеялся сильно вот я недавно шутку придумал пару дней назад с утра проснулся там что-то в 7 утра проснулся еще полчаса лежала мне шутка пришла в голову ее записал и и смеялся что труд говорят труд делает из обезьяны человека труд говорят труд сделала из обезьяны человека поэтому на отдыхе хочется съесть бананчик меня повеселило то мило